Это первая пресс-конференция, на которой мы хотим рассказать, в общем-то, не о том, какая у нас позиция, и донести до провайдеров или до телезрителей, какая она, в чём она заключается и почему она такая. Это первая наша пресс-конференция, на которой мы хотим подвести какие-то промежуточные итоги. Может показаться, что, в общем-то, Новый год уже практически наступил, и что эти промежуточные итоги мало изменятся. На самом деле процесс идёт очень динамично, и каждый день у нас, без преувеличения, каждый день у нас есть десятки новых договорённостей, и десятки новых подписанных договоров, и есть несколько вещей, о которых отдельно хочется мне рассказать и объяснить, в общем, что сейчас происходит и как мы к этому относимся. Очень часто провайдеры и журналисты и какие-то другие участники рынка спрашивают нас, а своевременно ли происходит эта реформа. Как сказал Юрий Артёменко, реформа, в общем, европейская, и действительно инициировали её представители индустрии провайдеров. И наше мнение, что реформировать нам в нашей стране и в наших отраслях, в частности, нужно всё как можно скорее. Не нужно долго ждать, потому что реформы подразумевают, может быть, иногда тяжёлые, иногда в чём-то болезненные, но изменения к лучшему. И больше 20 лет, собственно, действовала прежняя редакция закона, который описывал универсальную программную услугу. И реформировать надо было, наверное, даже раньше, чем в 2016 году. По поводу того закона, который был в 2006 году принят, в результате которого украинские каналы, все крупные украинские каналы вошли в универсальную программную услугу. Очень часто мы слышим нарекания о том, что этот закон был пролоббирован медиагруппами. Вы тогда хотели такой закон, сейчас вы хотите другой закон. Я хочу, чтобы мы сейчас все посмотрели на результаты, которые у нас есть. Давайте говорить прямо. Если бы не было в 2006 году этого закона, с большой вероятностью российские телеканалы к 2014 году имели бы намного более сильные позиции на нашем рынке, а украинские телеканалы в их сегодняшнем виде, некоторые бы не существовали вовсе, а те, которые существовали, возможно, были бы намного слабее. Дело не только в каналах, как в вещателях, а дело еще и в производителях контента. В 2016 году Украина производит несравнимо больше собственного контента, чем в любой другой год до этого. И государство, по моему глубокому убеждению, обязано делать все, чтобы защищать собственного производителя контента и чтобы защищать собственных вещателей. Эта позиция государства Украины ничем не отличается от позиции любого другого европейского, американского, азиатского, любого другого цивилизованного государства. Все знают и понимают, как это важно для информационной безопасности страны, все понимают, насколько это важно для национальной безопасности, насколько это важно для национальной экономики. Об этом много раз говорилось, я не хочу сейчас приводить новые цифры, точнее старые цифры еще раз о том, какой процент ВВП делается за счет производства контента, какой процент импортозамещения сегодня у нас в стране есть за счет украинского производства контента. Это огромные цифры, это десятки тысяч рабочих мест и так далее. Поэтому правильно ли государство в 2006 году, задолго до того, как Украина испытала агрессию, которую мы видели в 2014, приняло это решение? Мы считаем, что такое решение было правильным и, в общем, любое решение, которое позволяет украинским производителям контента состояться к индустрии, оно хорошее, правильное и очень важное для страны. Хочу несколько слов сказать о том, как мы все вместе оказались в той точке, в которой есть сегодня. Очень часто я слышу заявление, а почему вдруг сейчас, а почему вдруг 1 января. Коллеги, ни о каком вдруг на самом деле речи идти не может. В мае 2015 года первый раз мы сказали о наших планах прийти к сокращенной универсальной программной услуге. В мае 2015 года первый раз мы озвучили какие-то базовые принципы, исходя из которых мы собираемся действовать. Прошло больше, чем полтора года. Тогда, в 2015 году, почти никто из провайдеров не хотел с нами вступать в плотный диалог, говоря, что этот закон принят не будет, поэтому время терять не нужно. Прошло. Прошло. Продолжение следует...